Опасный недострой снос заброшенного детского сада в 6-м микрорайоне Нижневартовска вновь откладывается с момента вынесения судебного решения. Прошло полтора года. А арендатор участка так и не исполнил обязательства по разбору здания и очистке территории. В дело вмешались приставы и прокуратура. Об этом в сюжете Ольги Даукшес. Доступ к зданию с обрушенными стенами по-прежнему свободный. В заборе огромные дыры. А протоптанные на снегу тропинки, ведущие к заброшенному строению. Красноречивое свидетельство того, что посетить это место есть желающие даже в 30-градусные морозы. Зимой территория этого заброшенного детского сада становится опаснее вдвойне, потому что провалы и ямы с арматурой, торчащими бетонными плитами, скрыты под слоем снега, можно не заметить и упасть в цокольный этаж. Снести опасные строения, очистить земельный участок и вернуть его администрации Нижневартовска арендатор должен был год назад, согласно решению суда. Здание капитальное, а потому необходим проект сноса с привлечением специалистов-архитекторов. Мероприятие весьма затратное. И должник, как стало известно, физическое лицо, по словам приставов, отказывается исполнять требования сразу двух исполнительных производств. На сегодняшний день, уже по данным исполнительным производствам, составлено четыре административных протокола в отношении должника. Административные дела рассмотрены и в качестве наказания ему назначены административные штрафы. Должник уклоняется от исполнения. Судебный пристав был вынужден обратиться в судебные органы в порядке статьи 37 с заявлением об изменении порядка и способа исполнения. Тем временем, действием или бездействием судебных приставов заинтересовалась прокуратура Нижневартовска. И даже изъяло в конце прошлого года исполнительное производство на проверку. Уже в феврале она завершится и будет вынесен акт прокурорского реагирования. Все это связано с тем, что место общественно опасное и в первую очередь несет угрозу детской безопасности. Также в следующем месяце состоится судебное заседание. Имущество арендатора, а также все его доходы, в том числе пенсию и зарплату, могут изъять в пользу погашения затрат на проект сноса недостроя. Ольга Дакшис, Александр Титаренко, Вести, Югория, Нижневартовск.